Сегодня мы продолжаем говорить о бездомных животных, о проблемах, которые с ними связаны. И по-прежнему на связи со студией участник второй конференции по правам бездомных животных, основатель приюта для собак «Сохраняя жизнь» Оксана Кудря. Оксана, и вновь здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел поговорить, наверное, на самую острую тему. Есть определенные группы, вы уже о них говорили. В частности, те компании, которые берутся за государственные деньги стерилизовать животных, а потом просто куда-то их увозят, убивают или делают инвалидами. Есть и просто живодеры. Вот эта проблема как сегодня решается? Как я понимаю, даже в сравнении с 2018 годом стало лучше. Уже меньше случаев вот таких убийств, насилия. То есть все-таки какие-то меры предпринимаются. Вот расскажите, поменялось что ли законодательство или почему вы видите это улучшение? Тут сложно сказать, есть улучшение или нет, но смотрите, вот что касается именно жестокого обращения с животными, я все-таки немножечко разделила пополам. Есть абсолютно нездоровые люди, которые делают это умышленно, специально, и простите за деньги, и все это максимально скрывается, и это огромный просто теневой блок жестокости. Я не буду этого касаться, я просто хочу немножечко акцентировать внимание на том моменте, что есть еще так называемые докхантеры. Они есть абсолютно везде, во всех регионах, но цель-то на самом деле одна у людей в целом, не разделяя их ни на какие подкатегории. То есть у всех цель одна, чтобы не было животных на улицах. Просто одни люди выбрали гуманный метод и способ, другие совершенно негуманный. И хотелось бы донести информацию до тех людей, которые поддерживают тех, кто травит, бесконечные потравы. Просто так изъять из улицы животное безвозвратно, неважно каким способом, жестоким, нежестоким, вот просто изъять прям большое количество. Популяция отвечает просто взрывом рождаемости. И на самом деле это очень серьезный вопрос, он сложный, это не три минуты объяснять. То есть в таком методе работы с безнадзорностью и количеством животных на улицах работать, это только делать все в обратку. То есть результата ноль, решается только какой-то временный, точечный вопрос, возможно, какого-то одного дома или улицы, но этот вопрос дальше обостряется. Месяцы не проходят на эту территорию, приходят новые животные. Это тоже знают абсолютно все. То есть метод надо менять, нужно доносить до людей и с помощью методов и средств государства, особенно СМИ. У нас СМИ, к сожалению, в последнее время только любят раздувать скандалы, все, что касается собак. То покусали, то напали, то вольготно чувствуют себя в парке, на детской площадке. Почему не освещаются хорошие вещи? Почему в СМИ очень редко приезжают в приюты? У нас есть, допустим, тот же приют «Феникс» в городе Азов. Вы посмотрите, какое количество собак. Они постоянно пишут гранты, они развиваются. У нас своя территория, я ее покупала за свои деньги. Мне государство на то, что я построила сейчас, ни копейки не выделило. Вот я вам клянусь. То есть все, что там есть на сегодняшний день, вся материально-техническая база полностью, все создано за свой счет. Но при этом, естественно, есть компетентные органы, которые обязаны в силу закона меня проверять. То есть государство никак не помогло, но проверяет. Ну, молодцы. К вопросу о бережном отношении. Как вы считаете, наше законодательство, оно слишком мягкое в отношении докхантеров и живодеров? Или его нужно ужесточать? Знаете, какой момент? У нас государство, ну, в целом, да, вот так назовем, оно начинает реагировать на какую-то проблему, когда эта проблема действительно есть и велика. Но каким образом государство может увидеть, что эта проблема есть? Это статистика. У нас очень низкая статистика обращений граждан по вопросам и жестокого обращения с животными, и, скажем так, негуманного. Это разные понятия, разные статьи. Но сам факт. Даже вот знаете, то, что вот отравили собак, нужно написать заявление в полицию, нужно обозначить эту ситуацию, что она имела место быть. Это маленький, но плюсик, вот, вклад каждого человека, да, в то, чтобы государство увидело, что это огромный пласт проблемы. И не нужно бояться, не нужно стесняться, не нужно там… Кто-то думает, что их уволят, кто-то думает, что стыдно перед соседями или просто там про себя поддерживает. Но не суть. Просто то, что люди не обращаются, к сожалению, это плохо. Это действительно плохо. И пока не будет массовых обращений по действительным, настоящим фактам, у нас в законодательстве очень сложно будет шоку принять адекватный какой-то либо новый закон, либо внести какие-то изменения в действующее законодательство. Вот существующий закон, 498-й, об ответственном обращении, кто-то его хвалит, кто-то его бесконечно ругает, потому что он пустой, вышел не вовремя, ничего не прописано. Ну, знаете, спасибо, что он вышел. Появилось основание, почва, вообще хоть какая-то ступенька для того, чтобы дальше законодательство развивалось в этом направлении. Вообще общество могло понять, что можно решать вопросы не только убийством. Всё, что касается… Ну, опять же, у нас же тематика по животным, правильно? Вот. И я как бы призываю всех людей, хоть волонтеров, хоть просто жителей разных городов, это без привязки к какому-то региону, не стесняйтесь, обращайтесь в полицию. Даже если не будет найден виновник, всё равно это будет зафиксировано. Да, статистика это заметит. Я вас услышал. И правильно ли я вас понимаю, что проблема насильственного отношения к бездомным животным – это больше всё-таки общественное решение, нежели чем законодательное? Что законодательный инструмент есть, и он достаточен. Я правильно вас понял? Инструмент есть, он не совсем достаточен, но в обществе на сегодняшний день не стыдно и не сильно порицаемо как таковая жестокость. То есть они все понимают, что такое жестокость. Какого-то нормально взять и бить, взять и троить. То есть у человека не ёкнет нигде и ни разу. То есть здесь нужно всё-таки какие-то социальные проекты запускать, социальные ролики, рекламы. И смотрите, у нас даже законодатель закрепил такое понятие, что животное у нас… Ну, все знают, что это имущество, да, но что это, простите, тот вид имущества, который может и способен испытывать чувство и привязанность к человеку. У нас стол этого не может делать, у нас машина этого не может делать. То есть у меня робкая надежда, что не за горами то время, что когда-нибудь у нас в России признают, что животное – это всё-таки не имущество, а что это всё-таки живые существа. К законодательной части немножко в завершении. Как вы считаете, донастроить нужно вот этот закон? Что вас в нём не устраивает, чтобы вы хотели поменять, чтобы он стал эффективнее? Вы знаете, ну это очень объёмный вопрос. И всё-таки 498-й этот закон об ответственном обращении, да, он такой, скажем так, он общий, он закрепляет основные какие-то магистры, основные правила игры для всех регионов. А дальше каждый регион издаёт свой документ. У кого-то это постановление правительства области, у кого-то постановление краевое. И они дальше вот это всё расписывают, и дальше, ну, в зависимости от каких-то географических особенностей, да, климатических, потому что условия Крайнего Севера, да, где от посёлка до посёлка на вертолёте только лететь, ну, для них очень сложно сделать те условия отлова и переменить к ним, да, которые, например, на юге России. Вот, поэтому тут, правда, я так навскидку. Об основных моментах, которые вот лично вам не нравятся, вы бы хотели поменять, что это вот в этом 498-м законе? Да мне не не нравится, просто есть некоторые понятия, которые не нашли отражения на сегодняшний день у нас в законодательстве, например. Что такое агрессия, что такое агрессивное животное, да, по каким критериям его отличать от других животных? Есть, например, агрессия обоснованная, необоснованная, пищевая, только к животным, только к людям, временная, постоянная. То есть в каких условиях проводить эти тестирования животных, кто это компетентен проводить? То есть вот этот вопрос у нас на сегодняшний день не раскрыт, и поэтому все считают своим долгом любую собаку, которая просто гавкнула кому-то в след, оставить ей такое вот. Все, она агрессивна и ничего не знает. Оксана, время программы у нас завершается. Вам спасибо за подробный рассказ. Мне кажется, мы подняли эту проблему, эту ситуацию из каких-то общественных, социальных недр, и немножко ее подсветили. О некоторых вещах лично я даже не знал, и вот благодаря вам я теперь о них знаю, и можно обращать на них внимание, прорабатывать их, дорабатывать, что самое главное. И резюме нашего общения все-таки, как я понимаю, основная задача – это просто со стороны общества более человечное отношение к бездомным животным. Все-таки основное решение вопроса находится, как мне показалось, здесь. Спасибо вам за интервью. Спасибо. Эта программа доступна на сайте don24.tv. С каждым днем у нас тем все более. Меня зовут Артем Тарасов. До встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова